Партнер программы сеть детских клубов Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Света, и сегодня у меня в компании Дима и Яна. Дима, Яна, мы с вами на протяжении четырех дней будем находиться в стране безопасности. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что это за место такое? Ну, это место, где с нами ничего плохого не случится. Ну, здесь будут проводиться конкурсы и всякие. Здравствуйте! Дима все знает уже. Ян, ну хорошо, я еще раз вам, может быть, более полно расскажу и нашим маленьким телезрителям, что мы действительно находимся в стране безопасности. Это место удивительное, и оно единственное на земле. И здесь ничего плохого с нами не случится. На протяжении четырех дней мы будем с вами учиться правилам безопасного поведения в любой ситуации. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям, правильно? Чтобы они тоже были в курсе дела. И второй момент очень приятный – это конкурс. А поэтому в конце четвертого игрового дня у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. Ну, а тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. И вы знаете, все игры показали, что бороться нужно до конца. И что победу можно вырвать даже на финишной прямой. Вы готовы бороться за победу? Конечно. Отлично. Хороший настрой. Я смотрю, до моего прихода вы рассматривали правила дорожного движения, знаки дорожные. И очень хорошо, если вы что-то здесь поняли, запомнили. Потому что это вам очень даже пригодится. Потому что это и является темой нашего соревнования. Сейчас я более подробно расскажу вам об условиях первого конкурса. Это будет конкурс «Разминка». Как я уже говорила вам, все четыре дня мы будем учить правила дорожного движения для детей. А сейчас мы узнаем, что вы уже знаете по этой теме. Итак, перед вами на столе я сейчас разложу карточки. Это вопросы. Вы будете брать по одному и отвечать на вопросы. Хорошо. Каждый правильный ответ стоит фишку. Кто начнет первым? Ну, может, я. Ну, девочки, уступим, раз она так. Конечно. Первая, пусть будет первой. Яночка, бери любой вопрос. Беру карточку, которая будет ближе ко мне. Ну, давай. Что тебе за вопросик попался? Где ездят машины? Самый легкий вопрос. Они ездят на дороге, на трассе, так сказать. А еще она называется проезжая часть. Правильно. Молодец. Первая фишка уже в твоей копилочке. Отлично. Еще вот это дело, что это самый легкий вопрос. Дима, ну-ка покажи-ка нам еще. Может, еще какой-то легкий вопрос есть. Бери свой вопросик. Кто такой пассажир? Кто такой пассажир? Пассажир – это любой человек, который ездит в общественном транспорте, можно сказать. Ну, или не в общественном. Правильно. Да, ездит в любом виде транспорта, но при этом не является кем? Водителем. Правильно. Молодец. Держи свою фишку. Так, разминочка хорошо у нас идет. Второй вопрос. Пошел, Яночка, бери. Я набрала самый большой вопрос. Длинный. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? Что делать? Надо не выскакивать на дорогу. Так. Потому что может случиться авария или что-то такое неприятное. Неприятное. Правда? Может пострадать и водитель машины, и сам тот, кто уронил мяч на дорогу. Так, понятно. А что же делать? Как мяч достать с проезжей части? Надо попросить. Так, ну? Попросить взрослых. Правильно. Конечно, только взрослые ребята могут. Только взрослые. Если это ребенок уронил мяч, никогда нельзя выскакивать на трассу. Надо позвонить. Если есть телефон, позвоните взрослым, они придут и всегда помогут. Да, Яночка, молодец. Очень полный ответ. Клади в коробочку. Дим, следующий твой вопрос. Тимин. Ну, вот этот вот, тоже большой. Но не самый. Читай. Как называют людей, идущих по улице? Ну? Пешеходы, можно сказать. Да. Правильно. Держи. Ян, следующий вопрос. Кто такой водитель? Это тот, кто ведет общественный или просто какую-нибудь машину? Это тот, кто ведет, ну, как бы транспорт. Кому разрешено управлять транспортом? Правильно. Личным, общественным, это уже не имеет значения. Отлично. Хорошо. Ну и последний вопрос, Дим. Держи. Тебе уже выбора нет. Читай, что написано. Где должны ходить пешеходы? Пешеходы должны ходить по тротуару. Правильно. Молодец. Очень хорошо. Разминка прошла на ура. Фишек вы заработали у меня по три. На все вопросы ответили. Молодцы, ребят. Ну что ж. Было шесть. Да. А сейчас, ребят, я вас хочу познакомить с очень интересным человеком. Он уже готов, вернее, она выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга Геннадьевна. Но вы меня можете называть просто тетя Оля. Я работаю в госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ делают все, чтобы на улицах нашей страны и такие ребята, как вы, и взрослые, чувствовали себя в полной безопасности. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое правила дорожного движения, для чего они нужны, откуда появились и почему важно их так соблюдать. Вы знаете, что необходимость регулирования дорожного движения возникла в те времена, когда не было ни машин, а улицы находились во власти конных экипажей. А самых первых правил дорожного движения придерживались уже более двух тысяч лет тому назад, во времена Юлия Цезаря. Именно он запретил колесницам появляться на улицах Рима днем, так как это создавало угрозу для безопасности жителей городов. Вот видите, какие они древние, эти правила дорожного движения. Шло время, менялась жизнь, появились современные автомобили. Соответственно, изменились и правила. Для того, чтобы на дорогах было безопасно, весь автотранспорт и все участники дорожного движения стали подчиняться строгим законам уличного движения. А за соблюдением этих законов строго следит ГАИ. Кстати, госавтоинспекции нашей области совсем недавно исполнилось 80 лет. На первый раз, ребята, это все. Но мы продолжим изучение по правилам дорожного движения в следующий раз. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю удачи в игре и безопасности в жизни. До завтра! Дима, Ян, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению, но у меня для вас еще есть одно испытание, которое я подготовила. Это у нас, знаете, что у нас самый любимый, самый такой легкий конкурс в стране безопасности считается конкурс загадок. Вы любите отгадывать загадки? Да. Любим. Очень хорошо. Значит, угадали мы с этим заданием для вас. Мы всегда задавали загадки, потому что это надо проявить логику, и тем более тут у меня выпал такой большой шанс. Здорово, как хорошо. Ну, сейчас мы посмотрим, как вы умеете отгадывать. Ребят, суть вот в чем. Я читаю загадку. Как только я ее закончила читать, вы направляетесь быстренько каждый к своему стенду и отгадку находите, приносите мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. Еще одна фишка тому, кто примчится ко мне быстрее соперника и отдаст картинку. Ясно? Ясно. Хорошо. Ну что, готовы тогда начинаем? Да. Стартуем только после того, как я закончу читать загадку. Первая загадка. Вот стоит на улице в черном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Марш! Молодцы. Опа-на. Спасибо. Так, одновременно. Просто я чуть ближе была к Яночке, поэтому она мне быстрее в ручки вручила, а Дева положила на стол. Ребят, хорошо. Что это у нас? Светатор. Молодцы. За скорость и за правильный ответ каждому по две фишки. Две держи, пожалуйста. Молодцы, ребята. Вы очень быстро справились. Слушайте следующую загадку, вторую. Полосатая указка, словно палочка из сказки. Что это, ребята? Поднимаем быстренько. Ставим собачку, садим его на место, чтобы он не обиделся на нас. Так. Что это у нас, ребят? Вспоминайте. Это... За скорость я сейчас дам только тому, кто скажет, как называется. Это, как вы говорите, палочка. Она всегда угорел есть. Всегда. Ну-ка. Даже не знаю. Нет. Первая буква Ж. Жез, жезл. Или как там, жест? Что-то такое. Я только забыла. Так. Это действительно жезл. Жезл, жезл. Ну, подсказала. Поэтому, ладно, дам вам за скорость. Настолько быстро вы не перенесли. Поэтому держите за скорость. Это правильный ответ по фишке. И запоминайте, пожалуйста, что это, как вы говорите, палочка. Называется не просто палочка. Это жезл. Вы уже, ребята, такие маленькие, поэтому должны знать, как называется. И так, следующую. Не забывайте. Следующая загадка. Что за знак такой стоит? Стоп. Машинам он велит. Пешеход, идите смело. По полоскам черно-белым. Марш. Раньше времени. Ах, молодцы. Одновременно. Ребята, о каком знаке идет речь? Идет... А? Знак. В пешеходном переходе или зебре. Верно. Верно, верно, ребята. Молодцы. Дим, твои две. Держи, пожалуйста. Итак, ребята, последняя загадка. Не вспомнили вы, как называется эта палочка, которая называется жезлом, да? Посмотрим, вспомните ли вы вот это вот приспособление, скажем так. Итак, слушайте внимательно загадку. Переезд есть впереди, тормози и подожди. Он опущен, ход сбавляй, а поднимут, проезжай. Марш. Так, Дима, чуть быстрее. Ну, а теперь говорите, как это называется? Это стало страшно. Шлагбаун. Молодец. Молодец. Поэтому каждому даю по две фишки. Диме за то, что он чуть быстрее примчался, а Яночке за то, что она... А вспомнила, как это называется? Молодец. Это шлагбаун, Дим. Знаешь же, что когда на железо-дорожье переездят, когда поезд на него? Мы ехали куда-то, мы ехали на поезде, вот, или на машине, мы ехали, и шлагбаун, когда поезд ехал, мы ехали, так, ехали, и вот так поезд проезжал. Так, поэтому шлагбаун закрыл дорогу сначала нам. Все правильно, все верно. Итак, ребят, все конкурсы на сегодня мы уже с вами прошли, все испытания. Давайте-ка посчитаем, сколько фишек заработаешь. Быстренько сосчитайте. Две, четыре, шесть, 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 шесть. Одиннадцать. Одиннадцать. Ох, молодцы. Равный счет, равные соперники. Одиннадцать-одиннадцать. Хорошо. Ну что ж, на сегодня тогда все. Готовимся, встречаемся завтра и продолжаем бороться. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok